Почему в России разруха и убитая инфраструктура? Ответ прост. Особый климат, геологическое расположение, не так дуют ветра, не так выглядит чернозем и вообще сам Господь Бог сделал. Так что в России все не так, как за границей. Так или иначе, сегодня мы посмотрим на другие города России и соседних государств. Посмотрим, чем же отличаются города, которые находятся буквально в нескольких километрах друг от друга и там одинаковый климат, одинаковая земля, одинаковое все. Разные разве что только государства. Я несколько раз натыкался на ролики подобного формата и всякий раз я видел яркий контраст, но как правило этот контраст выдавался в том цвете, в котором нужно было. Допустим, тот же Варламов сначала показывал яркий, цветущий европейский город, а когда приезжал в Россию, почему-то сразу же менялась цветокоррекция на какой-то фильм ужасов. Понятное дело, что цветокоррекция не решает, но тем не менее, все выдается в таком свете, в каком выгодно автору. И это, как по мне, неправильно. Давайте посмотрим честный обзор на приграничные города. Чем же они отличаются? Есть такой канал, называется Джентльмены Апачи. Парни создают очень необычный контент, балансируя на грани эпатажа и сельского хозяйства. Канал о том, как простые пацаны с района с нуля начинают свой бизнес по разведению кур на пути к сети своих ресторанов. Это веселые ребята и у них жесткое чувство юмора и вообще, мне кажется, им плевать, что о них подумают. Отчет о создании своего дела они разбавляют юмористическими постановками и трэш-челленджами. Например, есть видео, где они едят червей, мешают и пьют коктейли из молока и селедки. Читают самое длинное слово и наказывают того, кто не прочитал. Лично мне понравилось видео, где они посадили 50 кур в салон автомобиля и куда-то ехали. В общем, переходите на их канал, подписывайтесь и передавайте от меня им жирный приветосик. Ссылка, конечно же, в описании. Я думаю, вы уже поняли, почему это нужно сделать. Там интересно, жестко и смешно. Итак, начнем наш обзор с Прибалтики. Страны, некогда входившие в состав СССР, сегодня являются членами Евросоюза. Прибалтика – это отличный показатель, что можно было бы сделать с советским наследием. На расстоянии почти 80 километров расположены два маленьких городка. Со стороны России это город-остров, административный центр, расположенный в Псковской области. А в 80 километрах в Латвии находится маленький городок под названием Алуксне. Городок расположен на одноименном озере. Давайте посмотрим, насколько велико различие между городами в расстоянии 80 километров. Понятное дело, что 80 километров по прямой. Ну, климу тут-то пофиг на дороге, правильно? Попадая в остров, мы первым делом натыкаемся на дыры в асфальте. Причем, обратите внимание, как обустроена улица. Есть слой асфальта для машин, а вокруг все в грязи. Стоит свернуть с главной дороги, и ты едешь по грязи. Отсутствие тротуаров – это, в принципе, норма. Ах да, сорян, тротуар тут есть, только вот люди почему-то ходят по проезжей части. Ммм, интересно почему? Да потому что та небольшая часть тротуара залита грязью, и люди попросту не могут там пройти. Поэтому все равно вынуждены ходить по дороге. Перепрыгнем в Алуксне. Честно говоря, это далеко не образцовый город даже по меркам Латвии. Но по сравнению с тем, что мы видели только что, контраст фантастический. Посмотрите, как эти дикари вместо грязной обочины сделали себе тротуар из плиточки. А газоны? Ну разве это красиво? Вот трава по пояс с мусором вперемешку – вот это по-нашему. Вот видите, во что может превратиться страна без твердой руки великого вождя. Остается только посочувствовать латышскому народу и продвигаться дальше. Следующей на очереди логично взять Эстонию. Как-никак, бывшая Советская Республика и ныне, опять-таки, Европейское государство. Здесь контраст будет проходить прямо по линеечке, так как никуда ехать не надо. Один город буквально поделили пополам. Слева Эстонская Нарва, а справа Ивангород. Здесь можно прямо буквально посмотреть на Эстонию из окна. Начнем, пожалуй, с Ивангорода. Прогуляемся по его улочкам. К сожалению, в Ивангороде всего несколько меток в гугл-картах. Но даже посмотрев на них, можно создать общее впечатление о том, как выглядит Ивангород. Типичная разруха, отсутствие дорог, раздолбанные тротуары, здания, которые сыпятся прямо на глазах. В общем, все в лучших традициях. И надо сказать, Эстонская Нарва выглядит ничуть не лучше. Ну, разве что чуть-чуть лучше. Я, если честно, ожидал увидеть что-то покруче. Я бы мог, конечно, поискать такие красивые стерильные улицы, где везде все чистенько, и газончики, и дорога, и все такое. Но цель этого видео не приукрасить или подменить понятия, а показать реалии. И они, как вы знаете, могут быть непредсказуемыми. В Нарве есть красивые улочки, но дворы порой выглядят так же, как и в соседнем Ивангороде. И дороги такие же местами убитые, и, грубо говоря, великого контраста конкретно в этом случае я не увидел. Хотя и гордиться тут нечем. Ну, типа, че, ура, где-то так же грязно, как и у нас. Это не прогресс, ребята. Вот если бы у нас было лучше, чем в Эстонии, тогда да. Что ж, если ехать дальше, то там на очереди у нас, получается, Финляндия. Только в этот раз мы не будем смотреть маленькие городки. Давайте посмотрим города чуть побольше. Пусть и расстояние между ними будет не совсем такое близкое, как у Ивангорода и Нарвы, да. Но, тем не менее, расстояние будет небольшим. Итак, у нас два небольших города. Выборг и Лапиенранту. Надеюсь, правильно произнес. Расстояние между городами всего 47 километров. Нырнув в Выборг, я впервые за весь период съемки ролика увидел более-менее нормальные дороги и даже вполне себе культурно и опрятно выглядящий центр. Зато спальники меня полностью разочаровали. Классическая разруха, бездорожье, мусор, бутылки, бумажки, лужи и пятиэтажки, которые больше смахивают на цыганское гетто в Болгарии, чем на спальный район. В общем, довольно спорный город, центр вроде ничего, но с центральных улиц лучше не сворачивать. Ну, как обычно. А вот Лапиенранта выглядит достойно, как на окраинах, так и в центре. Не самым лучшим образом, как по мне, до любимых мне Нидерландов еще очень далеко, но, согласитесь, вполне прилично. Чистые газоны, ровные дороги и, что самое главное, ни одного убитого здания. Здесь вот, например, я наткнулся на процесс реставрации и реновации, не знаю, как правильно. В общем-то, контраст есть, контраст ощутимый и, видимо, климат понятия настолько конкретное, что буквально через 40 километров он может быть абсолютно другим. Ну и отправляемся севернее на границу с Норвегией. Здесь прямо-таки на самой границе городов нет. Но зато есть город Заполярный, что в России, и норвежский Киркенес. Расстояние между городами всего 44 километра, по прямой, разумеется. Заполярный не удивил. Пятиэтажки с заколоченными окнами, раздолбанные дороги. Вот, кстати, школа. Выглядит по Заполярному. Короче, вся Россия в одном фото. Ничего выдающегося. Типичный провинциальный городок. Давайте же заглянем в Киркенес, что в Норвегии. Насколько же там все будет лучше? Увы, как по мне, Киркенес выглядит не особо ухоженно. Дома, конечно, ярче, дороги целее, газоны тоже попадаются. Но в целом нельзя сказать, что это образцовый город. В любом случае, он выглядит куда лучше Заполярного, с его заколоченными фанерой многоэтажками. А вот, кстати, школа в Киркенесе. Можно сравнить, как выглядит школа в Норвегии и в России, в ближайших городах. Теперь переместимся обратно, поближе к Прибалтике и Восточной Европе. Калининград, он же Кёнигсберг. И, как его называют литовцы, Короляучус. Здесь можно будет сравнить благоустройство сразу с двумя странами, с Польшей и Литвой. От Калининграда до Польского Гданьска ровно 100 километров. А до Литовской Клайпеды 118. Давайте же начнем с Калининграда. В целом, город выглядит очень даже неплохо, если не считать раздолбанные дороги, местами и абсолютно просорное немецкое наследие. Еще я заметил, что в Калининграде принято ставить машину на тротуаре. Ну, в принципе, а чё? Челядь обойдет, не переломится. Зато ласточка безопасности и другим водителям не мешает. Очень удобно, наверное. В принципе, есть в Калининграде улочки, которые походят на европейские, но все же чувствуется в них наш русский дух. Где-то это выражается мусором, где-то грязью, а где-то сыпящимися зданиями. Посмотрим, что же нам предложит на это Европа, которая, к слову, здесь совсем рядом. Гданьск. Город, в котором я мечтаю в будущем побывать, тоже выглядит далеко не образцово, но по сравнению с Калининградом разница ощутимая. Здесь тебе и дороги ровные, и отсутствие проводов, и мусора, разумеется, поменьше. В целом, красивый город, в котором есть на что посмотреть и есть где погулять. Хотя инфраструктура, как по мне, также нуждается в реновации. А вот литовская Калайпеда вообще один в один Россия. По крайней мере, спальники такие же убитые. Хоть и есть в центре вполне красивые места, далеко не весь город выглядит так же презентабельно. Ну вот, наконец-то мы и подошли к заключению. Множество блогеров не раз затрагивали тему приграничных городов, но всякий раз я видел одно и то же. В европейских городах намеренно ищут самые красивые стерильные улицы, а в России показывают самую разруху, окраины, самые такие некрасивые места. Да, конечно, в целом нет смысла спорить с тем, что в России города выглядят гораздо хуже. Как по мне, нет смысла искать этот явный контраст, потому что он и так очевиден. Чистота, качество дорог, качество отделки здания, инфраструктура в целом, конечно, гораздо хуже. И, по-моему, мы это отлично увидели на примере той же Финляндии, Латвии и других стран. И никакой климат здесь, разумеется, ни при чем. Разруха, она, как известно, вот здесь. Заявление о климате и геологии настолько абсурдно, что для этого даже не нужно смотреть приграничные города. Да, сравните, например, наши южные города, да, вот Таганрог, Ростов, Краснодар и тот же Стокгольм или Осло, где климат гораздо хуже. Но почему-то города там выглядят гораздо лучше. У меня на канале есть ролики и со Стокгольма, и с Латвии, и с Литвы, и с Белоруссии. Можно на этих примерах посмотреть, как могут выглядеть российские города. Ну, а если уж говорить о хорошем примере благоустройства или планирования улиц, достаточно просто открыть гугл-карты и бросить человечка в любую точку страны, такой, например, как Нидерланды. И 10 раз из 10 вы попадете в красивый образцовый район с чистыми улицами, грамотной урбанистикой, ухоженными газонами и красивыми зданиями. Если уж что-то и брать за эталон, то скорее Нидерланды. Сказка, а не страна. Ну, а вас же я благодарю за просмотр, надеюсь, что вы поставите лайк, подпишитесь на канал и нажмете колокольчик, если вы этого вдруг еще не сделали. Тыкаю вот сюда, чтобы подписаться на мой канал, и вот сюда, чтобы подписаться на канал сегодняшнего спонсора, и вот сюда, чтобы посмотреть интересные видосики. На этом у меня все, спасибо, что смотрите Жирного. Увидимся на стриме выходные, пока.